Вот вы используете слово «ожидает». У нас правительство наблюдатель, Нострадамус, занимается прогнозированием правительства слова «управлять». Значит, у нас правительство ничем не управляет. Тогда возникает вопрос, а кто управляет? Получается, что управляет Центральный банк, который устанавливает ключевую ставку, на которую равняются коммерческие банки, выдающие потечные кредиты. А Центральный банк ведь заявляет, что он независим от нашего государства, от нашего правительства. Но не бывает абсолютной независимости. Значит, видимо, надо искать, кому подчиняется Центральный банк. Подчиняется он хозяевам денег, Федеральной резервной системе. Федеральная резервная система, она состоит из неких акционеров. Безусловно, что этих акционеров к России никаких симпатий нет. Поэтому через Центральный банк обычно ведется против той или иной страны война, необъявленная война. Так что Центральный банк, он может чего угодно обещать, и правительство может поддакивать и говорить, что да, мы ожидаем. Но все-таки надо, чтобы власть в нашей стране принадлежала государству, а не хозяевам денег. Без этого это будут обманы, иллюзии и самообманы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова